Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах Saab 900. Давайте разбираться как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Моторная гамма Saab 900 состояла главным образом из зарядных 4-цилиндровых моторов, были как атмосферные, так и наддувные версии. Самый распространенный объем 2 литра в атмосферной версии обладал мощностью 130 лошадиных сил, а его наддувные варианты разной степени форсировки выдавали до 185 лошадиных сил, что по тем временам было отличным показателем. Кроме того, на Saab 900 устанавливался агрегат объемом 2,3 литра от старшей модели Saab 9000, правда только в атмосферной версии. Наддувные его варианты появились уже у Saab 9.3. Достался Saab 900 и V6 объемом 2,5 литра, разработанный специалистами General Motors. Но он был тяжелее и слабее своего 2-литрового наддувного соперника и, как следствие, не пользовался большой популярностью. Коробки передач для всех моторов предлагались как 5-ступенчатые механические, так и 4-диапазонные автоматические. Передняя подвеска у всех версий Saab 900 была весьма своеобразной. Верхняя часть очень напоминает классический MacPherson, но снизу у него вместо одного А-образного рычага два отдельных скрепленных между собой через сайлент-блок. Сзади обычная балка носа стабилизатором поперечной устойчивости. Такая конструкция наделяла Saab 900 отменной управляемостью и вменяемой плавностью хода. Ресурс атмосферных 4-цилиндровых моторов легко переваливают за 400-500 тысяч километров пробега. Требуют они лишь периодической замены ремней, свечей и рабочих жидкостей. Турбированные моторы обладают более скромным ресурсом. При нормальной эксплуатации реставрация турбонагнетателя требуется каждые 150-200 тысяч километров. А ресурс цилиндропоршневой группы достигает почти тех же 400-500 тысяч километров, что и у атмосферных моторов. А вот Opel V6 гораздо менее надежен. Пробой одной из прокладок головки блока цилиндров распространенное явление. Как правило, это происходит на 250-300 тысяч километров и заканчивается капитальным ремонтом мотора. Механические КП, особенно на версиях с турбомотором, периодически требуют вмешательств. Слабое место подшипники дифференциала, механизм выбора передач и кулиса. Если прежний владелец не соблюдал регламент ТО и не менял вовремя масло, затраты на ремонт гарантированы. Автомобили с автоматом встречаются не так часто. Состояние КП главным образом зависит от аккуратности их использования. При размеренном ритме вождения и своевременном обслуживании они, что называется, вечные. Но стоит на стареньком автомате погонять или хорошенько побуксовать, и его выход из строя почти гарантирован. Подвеска у СААП-900 крепкая. Сайлент-блоки передних рычагов выхаживают по 60-100 тысяч километров. Чуть больший ресурс у поперечных рычагов с шаровыми опорами. Передние амортизаторы-вкладыши тоже служат около 100 тысяч километров. Вдвое больший ресурс у пружин передней подвески. 100-150 тысяч километров способны отслужить подшипники передних ступиц. Расходниками с ресурсом в 30-40 тысяч километров являются лишь втулки и стойки стабилизатора. Около 200 тысяч километров живет рулевая рейка, после чего требуется ее реставрация. Электрооборудование в целом надежное, но почетный возраст дает о себе знать. Пересохшая изоляция, окислившиеся разъемы и отгнившие провода – бич всех автомобилей такого возраста. У СААП-900 второго поколения есть масса положительных качеств. Это надежный, харизматичный, самобытный и драйвовый автомобиль. К нему привыкают и не жалеют денег на его содержание. Вынудить владельца СААП-900 продать свой автомобиль могут лишь совсем беспощадные обстоятельства. Часто эти СААПы тюнингуют и делают из них весьма динамичные автомобили. Но есть и другие истории. Если содержание старой машины становится слишком тяжелой финансовой ношей и хозяин начинает на машине экономить, СААП-900 быстро теряет свою харизму и превращается сначала в обычный автомобиль, а потом приходит в плачевное состояние. Покупка столь запущенных экземпляров – отчаянный шаг и тот, кто на него решится, должен понимать, что восстановление старого автомобиля – дорогостоящая затея. Ну а если вы являетесь владельцем СААП-900, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!